Аналитический склад ума, математические способности, умение расставлять приоритеты и намечать цели для получения максимальной прибыли. Вот далеко не полный перечень навыков и знаний, которыми должен обладать экономист. И все эти качества присущи бухгалтеру-экономисту с 30-летним стажем Ларисе Веселовой. Ну, понятное дело, что профессия не романтическая. То есть, с детства я не мечтала быть экономистом. Ну, наверное, где-то в порядке исключения. Врачом не могу быть, потому что кровью боялась. Адвокаты тоже как-то не сошлись. Ну, не знаю. Подсказали родители. Сказали, вот иди экономистам. То есть, ты работать можешь в любой отрасли, в любых обстоятельствах. Экономисты, они всегда нужны. Были, есть и будут. Какой бы строй ни присутствовал, кто бы ни управлял страной, экономисты, они всегда нужны. Так вот, чтобы я вот горела или хотела, не было, да. Ну, вот пошла учиться. Пошла попробовала, поступила. Одно дело в теории, другое на практике, как говорит Лариса Михайловна. Для полноценной работы не всегда хватало институтских знаний и опыта. Поэтому приходилось на каждом предприятии изучать какие-то свои особенности. Вот уже 10 лет она трудится как бухгалтер-экономист на предприятии, специализирующемся на производстве полиэтиленовой пленки и пакетов. Общество с ограниченной ответственностью ВТ «Полимир плюс». Сейчас ее работа заключается в том, чтобы вести весь учет на предприятии, что еще раз доказывает широкий спектр компетенций профессии экономиста. Сколько поступило, сколько выбыло, сколько пришло, сколько ушло, сколько денег на счетах, сколько расходовали, куда расходовали, правильно ли мы их расходовали, эти средства. Ну и чтобы прибыль была на предприятии какая-нибудь, потому что без прибыли нет смысла предприятию существовать. В любой профессии важно ее любить, понимать, развиваться в ней. Тогда любые сложности нипочем. И каждый новый день в радость. Интересно сводить цифры, чтобы они сошлись, как раньше было до копеечки, чтобы это все сошлось. Поэтому, да, интересно. Слово «экономика» – греческий термин, означает «искусство ведения домашнего хозяйства». С этим наша героиня справляется на все сто и, что немаловажно, чувствует свою значимость на предприятии. Ведь она, как никто другой, заботится о ее чистоте на ее кухне. Я считаю, что, да, наверное, я ценный сотрудник. В принципе, меня ценят, хвалят, любят. Но я думаю, что, в принципе, мой вклад есть в это предприятие. Я что-то сделала, что-то дала, что-то приумножила, может быть, где-то. Если бы сейчас была возможность все переиграть, и вы могли бы поступить куда-то в другое место, сделали бы это? Ну, наверное, нет. Наверное, все-таки профессию я выбрала хорошую, достойную. Нет, наверное, ничего бы не меняла в этой жизни. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.